Ага, опять поднялись идти на работу. А тут мы, утро в большом городе. Друзья, есть много новостей, которыми хотим с вами поделиться в это утро. И думаю, пора уже начинать. На самом деле не хотим поделиться в это утро. На самом деле просто нужно делиться в это утро. Будьте аккуратны. Несмотря на то, что лето, несмотря на то, что солнечно, все равно место для трагических новостей остается. Вот в Одесской области двое мужчин убили девушку. И ее, собственно, трагедия случилась несколько дней назад. Тело нашли 4 июля. И через несколько дней удалось уже задержать ее и убить, сообщил начальник полиции области Георгий Лордкипонидзе. Там, ну, подозреваемые, ранее судимые жители Черноморска сейчас дают показания по содеянному убийству. Будьте аккуратны. Берегите себя. Потому что, как видите, везде подстерегают какие-то неприятные моменты. Неприятные. Хорошие. Хорошие прилагательные. Для тех, кто выжил, неприятные. Для семьи погибшие трагические. Поэтому наши соболезнования действительно очень неприятный момент для... Я не знаю, как... Поехали дальше. В Хмелицком жители дома защитили лифт от воров. Вот такая новость мне нравится. Двое злоумышленников додумались срезать алюминий с дверей лифта. И за этим занятием их застали местные жители. Одного любителя металлов передали полицейским, так сказать, сразу. А вот его сообщник угодил на больничную койку. Почему? Потому что с ним хотели поговорить. Это я вам сейчас официальную версию озвучиваю. А он испугался, начал убегать и упал. Я подозреваю много-много раз. Так, падал, стал, его останавливаешь. Что ж ты делаешь? Да головой хоть об ступеньки не бейся. Он, нет, стыдно. Слушайте, друзья, а вы знаете... Немного криминала давайте еще добавим. Я просто всегда пытался понять, откуда рождаются заголовки серии «Медсестры-убийцы». Но вот сейчас мне, простите, своими собственными губами это все в эфире придется произнести. Да, медсестры-наркодилеры, лошади-контрабандисты и полицейские взяточники. Откуда все это берется с нашими следующими сюжетами? Оце так новина. В Кривоморозе правоохоронці затримали двох медсестер-наркодилерів. Підприемливі співробітниці лікарні поставляли своїй спільниці психотропні пігулки метадону, які не були на обліку. Окрім них, силовики вилучили макову соломку, опій та марихуану. На чорному ринку така партія потягнула б на 5 мільйонів гривень. Тепер медпрацівницям та їхній спільниці-дилеру загрожує до 12 років заградами з конфіскацією майна. А в Дніпрі наркоту знайшли у поліцейського. Патрульні зупинили машину свого колеги і під час поверхневого огляду в інспектора виявили чотири згортки з білим порошком. Речовину передали на експертизу. Сам патрульний здав аналізи на перевірку. І це не єдина прикра новина про служителів правопорядку. Схоже, у них був дуже кепський день. Одразу кілька копів погоріли на чималих хабарах. Капітана поліції зі Слов'янська затримали при отриманні 37 тисяч гривень. Ще одного його колегу, Служба безпеки України, спіймала на гарячому у столиці. Він вимагав у кияна на 15 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Серед білого дня у Києві вбили іноземця. В компанії виникла сварка. Чоловік схопив ніж і зарізав свого закордонного друга. Той помер одразу. А от нападник встиг втекти. Зараз його розшукає поліція. Він може сісти до в'язниці на 15 років. А у Львові Христини дитини закінчились на лікарняних ліжках. Після святкування у ресторані до медзакладу з отруєнням потрапили 12 людей. Серед них дитина. Лікарі діагностували у пацієнтів гостру кишкову інфекцію. Чим отруїлися гості, поки невідомо. На Київщині правоохоронці виявили цілу підпільну майстерню з краденими машинами. Їх злочинці розбирали на запчастини і потім продавали. На схованку слідчі натрапили, коли шукали нещодавно вкрадений водовоз. Газель, яка здійснювала доставку бутильованої води. Її і знайшли в майстерні з іншими поцупленими автівками. Коні невинні. На Буковині прикордонники затримали сімох контрабандистів, які на чотирьох підводах везли до Румунії понад сотню ящиків сигарет. Для цієї справи вони запрягли аж сімох коней. На кордоні підрахували. Вартість незаконного вантажу сягає півмільйона гривень. Невгамовний контрабандист Невдаха попався і на кордоні з Польщею. Він провозив цигарки в капоті свого автомобіля. Минулого тижня його за це вже затримували. Тепер на наполегливого порушника чекає новий штраф. Друзі, продовжується епопія з янтарної мафії. І так, суд відправив п'ятерих тих задержаних під СІЗО. Але з говорою, що вони можуть вийти під залог. Розмір залогу колеблеться від 2,5 до 9,5 мільйонів гривень. Ну то есть чисто теоретически, с учетом тех сум, которые называли, сколько вони добувають за неделю, у ребят є деньги, щоб вийти на свободу поскоріше. Тут в тому, що в національному законодавість залог не предусмотрен только в случае совершення дуже тяжких преступлений. А вот как раз таки в случае економічних преступлений залог предусмотрен. І поэтому у судьи нет выбора. Він действительно обязан предоставлять можливість выхода під залог. Це треба меність законодательства для того, щоб избежати подобних как раз таки кейсів. Друзі, а вот судя по всему, начались больші баталии на почве ціни на електроінергию. Кабінет міністрів України заявляє о том, що може пересмотреть формулу расчета стоимости електроінергию, сообщає, в частности, вице-прем'єр міністр України Павел Розенко. По його словам, газ неизбежно подорожає, і тому цена на електроінергию должна быть чуть ниже, тому що у людей нет альтернативи к голубому топливу. А вот Київсовет вообще решил махати шашкою налево і направо. Він ввел мораторий на повышення тарифів до 1 октября. То есть нові тарифи не отменили, а всього лиш заморозили старі. Але при цьому, друзі, не спешити радоваться. На самом деле у Київсовета нет подобних полномочий на введення тарифів. Поэтому на самом деле це не більше, чем популизм і таке, я не знаю себе, сотрясання воздуха. Уже вчера появлялись комментарии депутата Київсовета, які говорили, да, ми розуміємо, що це решення ні на що не повлиєє, але це наша політична позиція. Але в любому влічі, сьогодні будемо говорити ще о тарифах, в тому числі з гостем нашим в цій студії. Друзі, якщо ви по нашій недорабодці все ще планируєте выйти із комнат і відправитися на роботу, то доб'ю вас ще одной новостью. Велосипед спокойно ехал по дороге, його задел автомобіль ВАЗ, в итоге у велосипедиста сломана нога, водитель автомобиля ВАЗ вышел, хотел помочь, разволновался, получил інфаркт, умер. Хорошего дня! Так, ну в принципе на этом программу можно было бы закончить, но тем не менее, ще є ДТП во Львовской області, друзі, там столкнулись сразу три грузовика. Забирайтесь в ванной, друзі. Ну и вообще, на самом деле, если вы хотите знать, что же там на дорогах происходило за прошедшие сутки, то в нашем небольшом дайджесте все детали. Трагедія на Львівщині. В райцентрі Золочів легковушка влетіла в приміщення поліклініки. Троє людей, водій автомобіля БІД та двоє пасажирів загинули. Як з'ясувала поліція, за кермом був 28-річний мешканець Павлограда Дніпровської області. Його супутникам було по 16 та 17 років. Ніхто з лікарів та пацієнтів не постраждав. Зараз слідство з'ясовує обставини пригоди. За попередньою версією, водій перевищив швидкість. Не дарма кажуть, язик – наш ворог. В Харкові поліцейський нагрубіяни в водію та пасажиру авто. Він підійшов до машини і вирішив, що може говорити з людьми на ти. Більше того, патрульний почав принижувати їх. Зараз за цим фактом поліція проводить службову перевірку, а учасники інциденту записали неподобство на камеру і виклали в інтернет. У тому ж таки Харкові поліцейські вляпалися ще в одну історію. Вони потрапили в ДТП. За словами свідків, патрулі нас догнали ученицю автошколи. За попередніми даними, співробітники поліції не дотримувались безпечної дистанції між машинами, тому і в'їхали в навчальний автомобіль. У Тернополі маршрутка наїхала на маму з дитиною. За даними поліції, водій не встиг вчасно загальмувати, коли родина почала переходити дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалих госпіталізували до лікарні. У матері травми голови та хребта, з дитиною все гаразд. У водія автобуса взяли аналізи на вміст алкоголю в крові. Обставини ДТП з'ясовуються. А у Києві позашляхових збив жінку-пішохода. Постраждали у важкому стані госпіталізували до лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою. Зараз поліція з'ясовує обставини аварії. Увага! Не паркуйтесь під деревами, якщо не хочете проблем. В столиці через сильний вітер величезні гіляки впали на дві автівки. Їхнім власникам відносно пощастило. Машини зазнали лише незначних механічних пошкоджень. З людей ніхто не постраждав. Друзі, в продовженні теми аварії і смертності на дорогах. Вчера произошло важне событие. На мій взгляд, со знаком плюс, український парламент резко повысил штрафы за вождення в нетрезвом виде. Раньше була вилка 2500-3400 гривень, а тепер за вождення в нетрезвом виде будуть штрафувати на 10200 гривень. Ну і кроме того, його сразу буде лишати права у водільських прав на год. Раньше був вибор. Либо лишення прав, либо штраф. Многі суди, якщо дати взятку, просто присваивали штраф, а права оставляли. Теперь буде і штраф, і лишення прав автоматично. Более того, якщо второй раз в течіні года вас останавливають, то вже штрафують на 20400 гривень і лишають прав на 3 года. А якщо знову повторно, то тоді вже на 40 тисяч і прав лишат на 10 тисяч. Кроме того, нету нікакой вилки. Раньше було 2500-3400 гривень. Нет, зараз сумма фіксирована. І бессмысленно пытаться договоритися, що з сюдию, що з полицейським. Це хороше дело, на самом деле. Це хороша ініціатива. І главное, щоб она обеспечивалась обязательною исполнення. Вот да, золоті слова. Друзі, в принципі, знаєте, якась проблема с телевидением? Люди ему верят. Але не всегда стоить верить всему, що звучит в голубых екранах, тому що всяке буває. Случаються манипуляції. Як розібратися, де правда, де ложь? Обращайтесь к профессіоналам. Проект «Антизомби» дуже точно умудряється проводити в цю лінію разграничення. Сьогодні, в 2020, смотрите, полний выпуск. Сейчас небольшой анонс. Смотрите сьогодні в програмі «Лузер-клаб в законе». О, а ми можемо быть базою практики для военных переводчиків. Як неудачники і жулики професорами стали? Я поздравляю тех, хто сьогодні получає диплом. Алибаба «наливай» или «страшная месть» по-русски. Скажем, просто изменилось все. Почему на словах Москва обещала Турции «Искандеры»? Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. А на деле нещадно уничтожает разве что бесплатную водочку в турецких отелях. Путин подписал указ, разрешающий продавать туры в Турцию и восстанавливающий чартерные перелеты на местные курорты. Америка никак не уймется. Россия один тоже. Право на жизнь. Речь будет идти о Донбассе. Зачем Обама вставил фейки в самый правдивый сюжет о Донбассе? Вот так проходит каждая ночь в населенном пункте Старомихайловка. Кто приказал Виктории Нулан споить и без того деревянных Кокорина и Мамаева? Горе заливали элитным шампанским и закуривали кальяном. Ну, видимо, по заветам Андрея Аршавина. И фронт вранья. Донецкая Народная Республика снова под огнем. За минувшие сутки украинские военные обстрелили территорию ДНР 428 раз. Вбросы, фейки и перлы федеральных каналов. Начались пьянки у них между собой. И, видать, надоело им сидеть. И начинают стрелять. Это антизомби. Территория без пропаганды. Друзья, не верьте пропаганде, верьте мне. Знаете, какое переименование произошло в столице? Все соцсети уже обсуждают. Московский проспект переименовали уже официально в проспект Бандеры. Раньше запробки на Московском проспекте ругали Москву. Я так понимаю, теперь будут ругать Бандеру. Теперь, получается, Московский мост автоматически станет Бандеровским мостом. Я теоретически предполагаю такое продолжение. Вы бы видели, на самом деле, реакцию социальных сетей. Тут очень много началось сразу и споров, и эмоциональных высказываний. Вот, например, по очереди нардеп Борислав Береза пишет в своей странице, что таким образом внимание людей отвлекают от реальных проблем и задают вопросы. У меня один вопрос. Правда, что выбоиные ямы на этом проспекте заделают или все улучшения заканчиваются на переименовании? Нет, есть радостные комментарии, дескать, моих дорогих киян. Поздравляю с переименованием Московского проспекта. В проспект Степана Бандеры. Люблю вас, кияны, мир, это процветание. Ну, видите, реагирует человек с позитивом. На самом-то деле, друзья, многие говорят, что, может быть, имело бы смысл там назвать проспект, я не знаю, именем какого-нибудь более компромиссного исторического персонажа, например, там, я не знаю, Шептицкого, проспект Шептицкого, чтобы появился в Киеве. Ну, так или иначе, что сделано, то сделано. В Одессе красиво переулок переименовали Ливерпульский. Да ладно? Вообще никаких интересных. Ливерпульский? Ливерпульский. Святой для каждого одессита город. Это вот там вот Битлз записывали, да, с Болеид? Вот здесь на стене еще есть записи, до сих пор сохранилась. Слушайте, друзья, пишите нам письма, наши почтовые ящики на Укр.нет. Мой почтовый ящик сейчас появится на ваших экранах, поэтому все, что вас заботит, на павел.ранок.ictv, собачка, укр.нет. Будем ждать всех ваших писем. Кроме того, имейте в виду, что у нас есть сайт ранок.ictv.ua, а прямо сейчас факты в продолжении эфира. Спасибо, коллега. На самом деле не будем выкладывать себе козыри. И Дашу селфи, которая продолжает интересоваться футбольной темой, мы прибережем на чуточку позже. На десерт. Ну не на десерт, на второе хотя бы. Так долго вам ждать Дашу не придется, друзья. А вот новость о том, что НАТО не доверяет России, вы получите прямо сейчас. Об этом заявил никто иной, как канцлер Германии Ангела Меркель, тщательно выбирая выражение, что из-за агрессии против Украины Североатлантический альянс утратил доверие Кремлю. Она делала это заявление накануне саммита НАТО, который сегодня стартует в Варшаве. Кстати, ожидается, что в ходе встречи будет рассмотрен вопрос о дальнейшем усилении альянса на своих восточных рубежах в связи с агрессией России. Да, я больше скажу, на самом деле, у Североатлантического альянса после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс смысл существования появился, потому что все постсоветские годы вплоть до 2014 года альянс потихонечку как бы сходил на нет. Советский-то Союз, казалось бы, ушел в небытие, в 2014-м бах. Как птица Феникс. Смотри, заголовок прекраснейший. Путин пытается убедить Обаму, чтобы тот под конец своего президентского срока слил Украину. Из чего это делают вывод? Российский президент провел телефонный разговор с главой Соединенных Штатов. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин требовал особого статуса для так называемых ДНР и ЛНР, амнистию для боевиков и закон о местных выборах. Я себе представляю этот разговор наш, звонит телефон, Обама берет, алло, амнистию боевикам дай, кто это? Дай боевикам амнистию. Мужчины, вы хулиганите. Амнистию им дай. Все, уговорил Обаму, все, справился. Я всегда знал, что у тебя какие-то свои источники, Антон поглядывает за этими телефонными разговорами, друзья. На самом-то деле, вот мы часто слышали от российских коллег про американских солдат на Донбассе и про американские танки на Донбассе. Но ими уже сегодня никого не удивишь, но, тем не менее, российская пропаганда продолжает придумывать небылиц. Какие именно на этот раз все детали в сюжете программы «Антизомби». Отчего так в России березы шумят? Мы, конечно, не настаиваем, но вполне возможно для того, чтобы не слышать, что за ахинею несут по российскому телевизору. США готовятся эмигрировать с планеты Земля. А кремлевская пропаганда на этой неделе отжигала не по-детски, так сказать, в лучших традициях геббельцевской пропаганды. Вон Абамка-то, че удумал к концу президентского срока? Абрамсы от сердца оторвал и отправил в Украину. Переброска танков Абрамс на Украину. Киев готовится к войне. Естественно, как и прошлое все 843 раза, Абрамсы в Украине – это Абрамсы не в Украине. На этот раз, судя по маркировке, танчики едут по просторам Румынии. Но кого такие мелочи интересуют? И хотя новостей об обучениях с участием американских военных в этой стране просто под бубен... В Румынию прибыли военные четырех стран НАТО. Под командованием инструкторов из США румыны сегодня приступают к тренировкам. Вы верьте, на самом деле эшелон с румынским локомотивом прям под пески идет. Там, правда, железнодорожных путей нет. Но Обама сказал – доставить. Значит, доставят. Но не будут же врать эти чудесные новоросы. Переброска танков Абрамс на Украину. Киев готовится к войне. С другой стороны, уровень халтуры поражает. Ну вот честно, на кого это рассчитано? Могли бы уже госдеповским фотошопом воспользоваться и что-то вот такое вот залепить. Тем более, что мы-то точно знаем, умеют же чертяки. Точно умеют. Вот даже на этой неделе российские телеканалы показали всем такой «духастмищ», что вся Европа аж вспотела. Солист группы «Рамштайн Тиль» Линдеман поддерживает президента Путина. Эту новость растиражировали российские издания. Вот как Путина животворящего во всем мире любят. Закуси, да выкуси, Обамка. «Рамштайн» — это, конечно, не так круто, как Кобзон и Кадышева, но тоже не чё-то. В Германии даже Ангела Меркель не может похвастаться такой популярностью, как Путин, заявил Линдеман. «Мне он нравится, он жёсткий лидер, а не марионетка, в отличие от многих». А пока всей России ждали авторитетного мнения лозы по «Рамштайну», новость о духовной футболочке дошла и, собственно, до самого солиста группы. И ответ не заставил себя долго ждать. Фронтмен группы объяснил, что это фотомонтаж, а сам он стал жертвой путинской пропаганды. Нет, мы, конечно, не будем утверждать, что вот это не Путин, но то, что этот вариантик в погоне за сенсацией красивенько обработали в фотошопе — это факт. Ну а в целом схема получается перспективнее некуда. Пять минут работы, и можно по всем каналам разгонять. Ждите завтра Захарову на футболке у Леди Гаги и татуху с Шойгу на бедре у Саши Грей. Ну, кстати, Саши Грей не стал бы исключать варианты. Хм, ты вообще никакие варианты не исключаешь. Она тоже не исключала. Ты довольно неразборчив. Друзья, блокировать работу парламента — это преступление, считают, собственно, депутаты атошники. А все заявили это не просто так, а просто накануне парламент работал с перебоями. Более того, депутаты от Батькивщины и Радикальной партии Олега Лешко устроили сидячую акцию протеста прямо в зале заседания. Лешко заявил о том, что мы переходим к другой форме протеста, мы не будем драться, мы объявим сидячую забастовку. Депутаты и участники АТО, причем из разных фракций, они заявили, что блокировать работу парламента, когда страна находится в состоянии войны, — это преступление. И что это парализованный парламент, в первую очередь, выгоден врагу. Олег Лешко не устает пиариться, на самом деле, на собственной попытке войти в историю как защитник униженных и оскорбленных. Проблема в том, что он делает это, ломая болющее всей стране, я так понимаю. Друзья, и опять же, давайте поговорим про недавнее прошлое. Помните, все обсуждали Эдварда Сноудена, человека, которого Америка объявила предателем. Он был сотрудником спецслужб и всему миру рассказал о том, что органы безопасности США следят за гражданами практически по всему миру. За это его осудили. И знаете, где он нашел себе приют? Сюда, в России. 21 страна отказала ему в убежище, а Россия приняла. И вот, по иронии судьбы, спустя три года, теперь Российская Федерация превращается именно в то, чего боялся всегда Сноуден, в реально тоталитарную страну. Именно об этом он написал у себя в Твиттере, что принятие пакета Яровой, антитеррористического как бы пакета, является черным днем для России. Также он добавил, цитирую, «Меня спрашивают, не боюсь ли я мести за свои высказывания? Боюсь. Но это не остановило меня, когда я боролся с Белым домом. Не остановит это меня и здесь. Месть подтверждает, что ты прав». Ох, Сноуден, Сноуден. Не первый ты наивный мальчик, который думает, что тут с тобой в демократию садскаться будут. Он окажется в списках почетных русофобов. А именно, кстати, русофобы по версии российского телевидения самая главная угроза для страны. Не кризис, не разруха в головах, не какое-нибудь беззаконие. Нет, именно русофобы. И как вот с ними предлагают бороться, наши коллеги из проекта «Антизоми» посмотрели российские телеканалы. Готовы пересказать? Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Кто проживает на дне океана? Русофобы! Кто побеждает всегда и везде? Русофобы! Кто так же ловок, как рыба в воде? Русофобы! 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 Есть подозрение, что примерно так бы выглядел один легендарный мультик, если бы его взялись рисовать в современной России. Ну, хотя бы потому, что, исходя из новостей федеральных каналов, слово «русофобия» никогда не бывает много. Поймите, русофобия есть, просто она не в этой цитате есть. Именно в русофобии. Вот ведь как это бывает. Русофобии. И каждый продолжает упражняться во все более русофобские идеи. О русофобии пропагандисты научились объяснять любые неприятности одной духовной страны. В Сирии мирных жителей кассетными бомбами убили. Русофобы клевещут. Как Запад смотрит на российские удары. Это об информационной атаке, развернутой против России. Мы уже даже привыкли к тому, что на нас нападают очень организованно, из разных стран, но одновременно и с одинаковым набором обвинений. Путин из Владимира Владимировича во Владимира Овшоровича превратился? Да как, пидать, русофобский заговор! По сути, эта публикация больше похожа на информационную атаку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Очевидным является, что вовне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя. А если в соседней Украине бурятов на танках хлебом с солью встречать не хотят? А Россия начала перерождаться и становиться по-настоящему державой именно в тот момент, когда вы на Украине стали бить морды русским. Да еще и на своей мове бульмекают, так это вообще цитадель русофобии. Вон, искандеры уже даже не смеются. Ну что ж, разговаривать на русском языке на Украине, ну вот действительно уже становится опасно, в общем, и обычным гражданам, и даже депутатам Верховной Рады. И смотрят это все рядовые зрители и диву даются. Вот же сволочи кругом, везде эти русофобы. Ну, то же касательно русофобии. На мой взгляд, конечно, она была, есть и, наверное, к сожалению, останется. Вот правильно их наши в кровушке топят. Эх, надо бы Путину предложить, чтобы какой-нибудь Воронеж в Кадыровск переименовали. Я это Россия, но Россия это я. Посмотрев такие новости, правильный патриот натягивает мальчку с арматой и постит фотографии убитых украинских солдат с комментарием из серии «Ахахахахла жопые». И вроде как и спать можно, но привычная мысль не дает покоя. Нет, ну вот откуда эти русофобы берутся? Обама виноват не иначе. Кстати, надо будет с утреца и грузинам фотографии поскидывать. Мы же в 2008-м чуть до Тбилиси за три дня не дошли. Больше сюжетов проекта «Антизомби» по пятницам в 2020 на ICTV. Друзья, еще одна интересная новость, которую с вами бы хотел обсудить, это то, что до конца лета российский рубль еще больше обесценится. Так утверждает профессор финансового университета при правительстве России Борис Хейфиц. Он уверен, что к осени рубль может еще больше подешеветь по отношению к доллару. От 68 рублей за доллар до 70 рублей за доллар к концу года. Сейчас курс, напомню, около 64. С одной стороны, конечно, для страны, которая настолько огромное количество проблем имеет с северным соседом, может быть и хорошая она новость. Но, когда в России заканчиваются деньги, она начинает придумывать, где их взять. Друзья, самое главное футбольное событие этого лета, это уже в воскресенье случится финал Евро-2016. Вчера определился второй полуфиналист. В упорной борьбе сборная Франции прошла сборную Германии и вышла в финал где встретиться со сборной Португалии. Итак, у вас есть время до воскресенья, чтобы определиться, за кого вы будете болеть в эти выходные. Но вот наша Даша Селфи решила не отставать и определиться с ответом на вопрос, чего не хватило украинской сборной, чтобы выйти в финал Евро-2016. И ей кажется, что у нее есть ответ на этот вопрос. До финала Евро-2016 еще два дня. Но мне уже есть что обсудить. Пойду спрошу, как люди пережили рекордный вылет нашей сборной. Пойдем. Тайсон, как ты можешь прокомментировать вылет нашей сборной из Евро-2016 без единого гола? Ты в шоке, да? Позор. Ваньба. Без мотов, влюкан. Плохо просто сыграли. А как это так? Проиграть, блин. Сделали, что могли. А как вы их называли, когда вот они вылетели? Бараны играть не умеют. Гивняки. Марку и Марку зайдите, выпустили поштову Марку. Да. Всей команде. И дуже дорога, 7,65. А они? Так, гивняки. А что хорошего вы можете сказать о наших ребятах? Я думаю, что они взагалі-то не погані люди. Хмотичные. Ну, ребята хорошие. Хорошие. Думаю, им, что у них все впереди. Да. То, что они наши. В принципе, наши ребята всегда молодцы. Они еще выглядят. Молодые люди, я их прекрасно понимаю. Гулять хочется. Да, им хочется погулять. Скажите, а что бы вот сегодня пожелали хорошего украинским футболистам? Хочу побажать мощного здоровья и, ну, працюйте. Больше радовали болельщиков у нас, показывали лучшую игру. Вот будут трудиться, будут результаты. Вот тогда мы будем за них болеть. Командного духа. Успехов. Натхнение на снаги и победу. Не сдаваться. Да, не сдаваться. Лучше подготовиться, может быть. Ну, все, достаточно. До свидания. До свидания. Поддержка. Вот что важно и в спорте, и в жизни. Пусть она всегда будет с вами. И еще, не забывайте. Играют они, выигрывайте вы. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Дураки и дороги. Казалось бы, какая здесь связь. Но если в автодоре сидят не дураки, то и дороги у нас будут. В Тернопольской области пытаются украсть те средства, которые выделяются как раз-таки на автотрассы. Полтора миллиона гривен неглупые люди пытались как раз-таки увезти из бюджета. Фирма-подрядчик передала поддельные документы в Украфтодор, что якобы отремонтировала участки дорог. На самом-то деле, разумеется, ничего не ремонтировала. Но вот полиция открыла уголовное дело, следствие продолжается. Я просто напомню, что совсем недавно, например, министр анонсировал, что выделит на дороге, на ремонт дорог, огромную сумму денег. Миллиарды гривен исчисляем. И очень бы хотелось, чтобы вот как раз-таки они не ушли налево. Друзья, помните, была такая группа «На-на». Битлз плакали, завидуя их популярности. У них было все. Слава, деньги, поклонения их фанаток. Но потом произошла трагедия. Одна фанатка погибла. Что же там происходило? В чем там была тайна? Смотрите наш сюжет. Самая эта песня стала визитивкой известного гурта «На-на». Найуспешнейшего гурта своего времени. Запальні на найці зривали овації та аншлаги стадионів всего СРСР. Сегодня солистам гурту за 40. Но, как и 20 лет тому, по воле продюсера Баррі Алібасова у них не має права на особистое життя. Фанатки должны видеть своих кумирів холостяками и знать, что у них есть шанс. Миллионы шанувальниц, гирких слез, разбитых сердць и даже смерть фанатки. Чим поплатилися артисти за свою славу і чим живуть сьогодні? 2013. Київ. Зйомки останнього. На даний момент відеокліпу «Дешута бой». Відомий продюсер Баррі Алібасов, який 27 років тому керує процесом. А колишні секс-символи віддаються поповній. У гурті з'явилися два нових соліста. Та незмінними залишається Володимир Політов і В'ячеслав Жеребкін. Саме від них мліли мільйони жінок. І незважаючи на те, що гурт існує рекордні 27 років, їх останній кліп переглянуло більше п'яти мільйонів людей. Гурт «Нана» були найпершими на естраді, хто був таким відвертим на сцені. Артисти отримували тисячі любовних листів, полювання біля під'їздів та навіть смертельні випадки. Трагедія сталася через кохання фанатки до Володимира Політова. Є люди, які життя самоубийством закінчують, бувають несчастні випадки на концертах. І, як правило, завжди вину визлагають на артистів. Маргариту, яка палко кохала Політова, знайшли мертвою. Її найкраща подруга Вікторія досі перебуває термін покарання за ґратами. Виною, ревнощі до свого кумира та, очевидно, не зовсім здоровий глузд. Говорять, що Вікторія нанесла подрузі смертельні рани ножем. Сьогодні хлопці стали більш стриманими і знімають кліпи у спокійних образах. А от раніше вони не соромились навіть роздягатися прямо на сцені. Інколи їх фанатки рідали та втрачали свідомість прямо під час концертів. Та барі алибасову цілише підіймало на стрі та рейтингі. Вставтеся щось на одну секундочку, що ви отец фанатки групи на нас. Конечно, конечно. Ви спали спокійно? Конечно. Более того, я був був благодарений судьбі, що мене дівчина і дівчина добре, хоро спиття, хоро розвиття. Вообще, почему-то считається, що иметь куміров і фанатів – це плохо. Це чушь собача, це внушають конкуренти, як правило, не сотворити собі куміров. Насправді, ми всі маємо куміров. Незважаючи на свої 70 років, барі алибасов залишається у відмінному гуморі і продовжує керувати гуртом. Але так було не завжди. Чорна смуга була і в його житті. Він лікувався у психіатра, тому що думки закінчити життя самогубством не покидали його. П'ять років тому у барі згоріла квартира та усі гроші. Найпершим, хто допоміг алибасову, була Алла Пугачова. Але все минулося. На даний момент статки продюсера складають більш ніж 10 мільйонів доларів. У квартирі новий ремонт, який зводить з розуму у буквальному сенсі цього слова. Золотий унітаз, а кольорова гамма-кімнат просто шокує. Здається, вогонь переслідує на нас. Одного разу вони ледь не згоріли у літаку. Коли сіли у салон, аби летіти на гастролі, по салону пішов гідкий дим, після чого почалася пожежа. Люди відразу ж кинулися до виходу. На щастя, лайнер не злетів, тому пасажири без взуття і верхнього одягу у вороз вискочили на вулицю. Але на цей раз все обійшлося добре. Та на запланований концерт співаки не встигли, що викликало шквал емоцію фанаток. До речі, за контрактом їм досі забороняється афішувати свої родини та коханих. Кожна фанатка має бути впевненою, співак самотній і в неї є шанс. Готовы готовы для того, щоб армию фанаток свою розширити? На все. Готовы берзнуть, в прорубі купаться зимой, в жарі фесок горячий заливаться. На все готовы. А не жалко? Не жалко таких бедних девочек, які плачуть горькими слезами? Жалко. Мы їх очень любили. Це один, а їх миллион? Да, я їх очень всех люблю. Я люблю бедні. Мы ради них живем, работаем существенно. Вообще, все, что мы делаем, все для них. Вам это понравилось. Поэтому мы готовы страдать. Хоча фанатки на Найців вже трохи постарели, та хлопці і досі даруют їм відчуття молодості та повертають їх у минуле, хоча б на дві години концерту. Все перемириться, родная. Все перемириться, пойми. А жизнь, а жизнь моя, моя фанатка. Вони ніколи не приколували, що зраджували своїм дружинам на гастролях, і це могло бути навіть декілька разів на день з різними дівчатами. Політов та Жирьобкін розведені. Дружини не витримали зрад артистів. Але зі своїми дітьми артисти зустрічаються регулярно. Порожній зал – страшний сон для артиста. Тому у текстах своїх пісень на найці, незважаючи ні на що, продовжують закликати дівчат повірити у яскраву каску і закохуватись у героїв на сцені. Скільки ще буде гастролювати гурт зі своїм 70-річним продюсером Барі Алібасовим, залишається лише здогадуватись. Але те, що він залишиться у серцях мільйонів ще надовго, гарантовано. Друзі, дивимо в будущее новини науки і техніки. Вот Пекин – один із найгрізних городів в мире. Там даже смертність намного більш високая, из-за как раз таки плохого состояния екології. І причем проблема как раз таки смога – це проблема не тільки Пекина, але вообще практично любого мегаполіса. І вот встречаєте решення. «Смог-фри-чауер» – превращає загрізнений воздух в украшення. Це така башня высотой 8 метров, которая способна очистить 30 тисяч кубометров воздуха в час. При этом потребляє она всього-навсего 1,5 кВт, яка, межно прочим, сама і виробляє. Наскільки я понимаю, наверное, при помощі солнечних батарей. І вот така башня, установлення в городі, она как раз таки улучшає ситуацію з екологією. Более того, у нее є ще і 2-я функція, тому що все собранні частички для загрізнений она способна превращати в сувениры для туристів. Вот она создає такі маленькі кубики, в которых, соответственно, спрессованні все ці вредні выброси. Причем по більшій частиці ці вредні выброси – це не що іное, як чистий углерод. А углерод, между прочим, є основним компонентом натуральних алмазів, собственно. Ну і вот, получается, що с одной сторони і город почистили, с другой сторони сувениры для туристів зробили. Ну скажіть ж, класно, да? Ну, у мене новість зовсім-совсем не класна, друзія, тому що є інформація о тому, що у мэра Одеси Геннадія Труханова виявляється, кроме російського паспорта, в наличі которого його обвиняли рані, є ще й греческий. І новість ось ці получили благодаря отчету американського расследовательного проекта «Organized Crime and Corruption Reporting Project». Эх, какой у мене акцент. В нём говориться, що у Труханова є греческий паспорт на імі Геннадіуса Азопулоса. І з цим документом він путешествував по Європі. Боліе того, в отчёте сказано, що Труханов – член кримінальної групи, яка вимагала деньги з торговли нефтью, також була вовлечена в кокаиновый бизнес. Ну, сам Труханов, он эту информацию опровергает. Ну, що логично. А тут вас обвиняють, що ви приступник. Ну, да, ну, а чё? Ладно, слушайте, друзья, новость, которая пришла к нам з Кипра. Там парламент приймал резолюсу, в которой призывает международне сообщество отменять санкції против России. Мол, говориться, що Кипр от этого экономически страдає, из-за того, що експорт в Росію сократился. Я просто напомню Кипру, що когда-то он столкнулся з той же ситуацией, как и Украина. Тогда, в середине 70-х годов, турецкая армия оккупировала Северный Кипр, создала там Турецкую республику Северного Кипра, которая вот уже там последняя, сколько получается, лет 40 существует в таком непризнанном формате. Но видно, память человеческая коротка, поэтому парламентарии Кипра забыли о своем собственном опыте. Друзья, впереди вас ждет много интересного. Тарифные баталии. Власть говорит, цены обоснованы, а позиция говорит, цены накручены. Кто на самом деле обманывает людей? Можно ли снизить тарифы? Будем говорить с нашим гостем Александром Сергеенко, директором аналитического исследовательского центра «Институт города». Все это очень-очень скоро в утре в большом городе, но прежде чем это случится, что будет в эфире? Ну что будет в эфире? Это будут факты, а потом мы. Спасибо, Настя. Спасибо, коллеги, из программы «Фактов». Да, действительно, будем говорить именно о тарифах. Тем более остается одной из топовых тем в нашей стране последние несколько лет. Идет неизбежное повышение тарифов, неизбежное из-за падения курса национальной валюты, неизбежное из-за роста, собственно, себестоимости и услуги. И вот мы решили сделать такой небольшой сюжет, проанализировать, как менялись тарифы, ну, как минимум, за последние пару лет. Давайте посмотрим. Антитарифный рух набирает обертей. Сьего тижня под парламентом и под Кабмином собралися митингувальники. Люди вимагали, чтобы ревень заработной платы был экономично обрунтованным новым тарифом. За данными Держстату, реальная заработная плата в Киеве уменьшилась на 10%, а тарифы виросли на 90%. Только цього года, с 1 березня, виросла цена на светло. Наступное подорожчание электроэнергии – у вересня и на весне наступного года. С 1 травня подвищили и тариф на газ. Тоди ж Кабмин вирішив встановить однакову ціну на блакитное паливо, чтобы выключить возможность покупки газа за низким тарифом, как для населения, и перепродажу за высоким тарифом, как для промисловостей, за разницею в рази. Наше завдання сьогодні полягає в том, чтобы мы, используя единую ціну, сбільшили власный видобуток газа. Это даст возможность сделать нашу страну энергонезалежной. С 1 липня вдвічі зросла цена на гарячу воду и опалення. А уже с наступного месяца подвищиться и холодная вода. Эксперти впевнені, с подвищением тарифов будет рости и заборгованность по оплате. Мовляв, еще два года тому люди сплачували квитанции и еще как-то могли покривать свои борги за коммуналку. Зараз этого и не следует ожидать. Оппозиция вот уже даже блокирует парламент, парализирует работу законодательного органа, утверждает, что тарифы можно безболезненно для страны снизить. Правовластная, соответственно, коалиция говорит, что нет. На самом деле легких возможностей для этого нет. Киевсовет вводит мораторий на повышение тарифов в украинской столице, которая по всему действовать не будет. Так на самом деле, что же с тарифами? Можно их повышать, можно их понижать? Будем спрашивать у Александра Сергеенко, директора аналитической исследовательского центра Института города. Александр Иванович, доброе утро. Доброго ранку. Ну так скажите, на самом деле оппозиция, которая говорит, что можно одномоментно снизить тарифы. Популізм чистою води. Популізм чистою води. И третий раз скажу, и под парламентом, и в Киеве Раде это популізм. Потому что ничего рационального они не предлагают. Они говорят, не подвищуйте, або снизьте, и все. Но тут связано очень много механизмов. Это вартие газа, монопольное становление коммунальных предприятий. И это доходы населения так же. А как бы выглядело рациональное предложение по газу? Рациональная дискуссия по поводу тарифов? Как бы она выглядела? Ну, вот действительно, в корень зла в вартости газа. Про вимоги МВФ это тоже певный миф. Потому что на самом деле в коалициональной угодке парламентских партий написано, что нужно ликвидировать перехрестное субсидиумение. Что это значит? Это когда для бизнеса, предприятий, то такая цена газа, для населения такая. Заразумело, что облгазы, спритные делки, они говорят, мы купляем газ для населения ось по этой цене. А насправде продают его для бизнеса. Вот это схема Курченко, до речи. Согласен. Курченко так само работает. Ну, вот как раз таки считалось, что уравнивание тарифов для населения и для бизнеса, оно устранит эту схему. Потому что получается, что облгаз не сможет покупать дешевый газ, который по тарифам для населения и перепродавать бизнесу. Так и получается, что в этом смысле уравнивание тарифов это скорее благо. Вы понимаете, вы же показали, как уравнивание, вы так показали. А уравнивание можно сделать и вот так, а можно сделать вот так. То есть, певную золоту середину найти и тут зафиксировать цену газа. Вот. Минулый рік вот эта золота середина была 3600 для тех, кто опалюет оселий газом в опалюванный сезон. Теперь всю цену сделали, нібито, единою, но подняли до 6900. Логики нет. Треба было, чтобы была какая-то рациональная середина. Вот, десь на рівне 3600. Речь же, я так понимаю, идет о том, что выводить тарифы и для населения, и для бизнеса, и для промышленности на уровень рыночный. Почекайте, почекайте. Рыночный уровень, если сравнивать с каким рынком? С рынком Европы? С международным рынком, потому что газ торгуется на международных биржах, Да, да. Тут ніби все правильно. Ніби за подручниками макроэкономики так. Але есть просто рациональная логика. Если ваша сорочка или штаны в Киеве коштую якусь там певну суму 500 гривень, вы ж не поїдете в Німеччину купляти за 500 евро. Я в Германии ее куплю дешевле, кстати, чем в Украине. Но при этом... Це якщо немецкую сорочку, а якщо у вас эквивалентна якость сорочка украинская, сорочка немецкая. Смотрите, при этом, когда говорят, что газ украинской добычей должен идти населению по себестоимости, меня это тоже очень сильно смущает. Почему? Например, рынок газовой добычи в Украине тоже бизнес. Скажем, если я открыл пекарню и произвожу хлеб, себестоимость производства, скажем, 5 гривен, я продаю его по 6,5 или по 7. И тут ко мне приходит государство и говорит, ты должен его продавать по себестоимости по 5 гривен. Я говорю, ребят, но тогда же я работаю сей в минус, потому что я не могу нормально платить зарплаты, я не могу вкладывать в обновление оборудования и так далее. И тогда я просто закрываю свою пекарню и ухожу, я не знаю, молоко разливать. Так, логика ваша справедлива, что будь-якое предприемство должно отримать прибыток. У нас много лет Укргаз выдобывание, это государственная компания, ей поддерживали эту вартость. Зараз украинский газ коштує меньше 70 доларів, а основа для немецких хаб немецкий газ 185 доларів. Суттєво різниця. Зрозуміло, що логично було б, щоб підштовхнути видобуток украинського газу, ці самі 70 доларів підняти на якусь величину, я не буду говорити на яку. Але 185 доларів це явно непідйомна ціна для населення України. Тут вступає інша складова, що тариф раціональний тоді, коли населення зможе купляти. Якщо населення не може купляти цей товар, то навіщо його виробляти? Його ніхто не буде виробляти. От чому проблема. виробляти виробляти економі економі виробляти 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 можна економити не тільки на низких тарифах, але за счет установки счетчиків, за счет того, щоб не протаплювати батареї до плюс 30 зимой, коли ми відкриваємо окна для того, щоб проветрити квартиру і так далі. 100% з вами згоди, що треба дійсно привчати людей до енергоефективності, але для цього треба дати людині механізм, як вона зможе зекономити або як вона може утеплитися. З вчорашнього дня, до речі, фонд енергоефективності українські банки припинили видавати кредити на утеплення, так звані теплі кредити. Тому що з самого початку була корупційна схема. Лише ОСББ, яких в країні менше 20% і досить заможні люди могли собі купити новий котел там газовий і поміняти. Масового характеру ця програма не мала. Можливо, у банків закінчилися гроші, можливо, бюджет вже не компенсує, але факт є фактом, припинили. Так от, тепер з іншого боку, от багатоквартийний будинок, якщо ви там мешкаєте, якщо це будинок старий, тобто не останніх там 10 років, де на кожній батареї стоять лічильники, у нас 80% житлового фонду, ну, скажімо, без лічильників тепла на батареях, так? Я в своїй квартирі я не можу якось зекономити. Ну, от ви можете поставити вентиль на батарею, ви взимку відключаєте, от у мене стоять вентилі, але це мені нічого не дає в сенсі економії, тому що мені рахують по квадратному метру. Відключити кімнату будь-яку, я теж не можу. Мені Київенерго не дозволить це зробити, а якщо я сам виключу, все одно воно порахує, тому що от такий механізм. Тобто, людям сказали, давайте економити, а реальних механізмів в економії не дали. А тут мала бути параллельний процес. Спочатку, або, спочатку, от вам механізм економії, а тепер ми піднімаємо тарифи. А у нас зробили навпаки. Підняли тарифи, а потім кажуть, давайте економити. У мене к вам вопрос. Вот ви з Павлом обсуждаєте, ви приводите разумные, логичные доводы, как могли бы сформироваться тарифы. Причем, что у Павел абсолютно разумные схемы рисует, отчего не зависит, что вы называете. Быть может, чтобы избежать вот этих вот непонятных игр с ценой, люди же не понимают, как этот тариф формируется вот на самом деле. Быть может, стоило бы добиваться как-то от правительства, чтобы именно построение тарифа, оно было более прозрачным? Потому что мы же угадываем сейчас, от чего зависит, от чего не зависит, на что опираются. Правильно, вы правильно говорите, дейсно, у нас, на жаль, тариф будуется за затратным принципом. Тобто, предприятие, вкладывая все свои валовые витрати в такий список, бухгалтерию, складывая себе кошторис, внесет в НКРЄКП, а НКРЄКП подписывает его, потому что такая методика. И виходит, абсолютно алогичная ситуация, чем больше тариф у меня котел, чем больше у меня администрирование, тем больше у меня тариф. А в тарифе сидит відсоток прибуток, и я отримаю больше прибуток. При такой системе предприятие не зацікавлено працювать эффективно. Вот это парадокс нашей системы тарифов творения. Спасибо большое. Ох, друзья, нам стоит еще очень много разговаривать на эту тему. Я так чувствую. Благодарим нашего сегодняшнего гостя, директора аналитического и исследовательского центра Институт города Александра Ивановича Сергеенко. Благодарю вас. Запнулся, друзья. Переходим к более веселым темам. У нас есть друзья. Это «Дизель. Утро». И они снова будут с вами в этой студии уже очень-очень скоро. Они подготовили шутки, которыми они взбодрят вас этим утром. Новый руководитель Укрпочты Игорь Смелянский, назначенный правительством еще в апреле наконец-то вступил в должность. Как видим, и в этом случае в Укрпочте решили действовать по своему неизменному правилу. Поспешишь, людей не смешишь. Дальше вас ждет реклама, а потом утром в большом городе снова будет на ваших экранах. ДИЗЕЛЬ ШОУ 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 Это тщательный отбор шуток. У них даже есть шутка о том, как лишали неприкосновенности нардепа Александра Онищенко. Ладно, хватит вас дразнить. Все, вот уже дизель-шоу на ваших экранах. Доброе утро. В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте. Напоминаю, что каждую неделю вы можете слушать новости «Дизель утро» на радио «Пятница». Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что три новые камеры видеофиксации нарушений ПДД всего за шесть часов тестового режима зафиксировали нарушений на сумму, внимание, 3 миллиона гривен. Получив эти данные, министр МВД первым делом ущипнул себя. А когда окончательно понял, что это не сон, распорядился обезопасить подходы к столбам с камерами и начинать строить под министерством хранилища для денег. Эксперты считают, что если никто не сглазит Арсена Борисовича и его систему видеофиксации, то уже через год мы перестанем брать кредиты у МВФ. И будем брать их у МВД. Однако появление камер на дорогах расстроило не всех водителей. Прокуроры, судьи и депутаты как ездили, так и продолжают ездить, не обращая внимания на камеры. Верховная Рада лишила неприкосновенности нардепа Александра Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако само голосование сильно затянулось. Депутаты почему-то решили голосовать по каждому пункту отдельно. В то время как Александр Онищенко смог не спеша добраться до аэропорта, затем вернуться домой за забытым загранпаспортом, еще раз попрощаться с лошадьми, по пути в аэропорт заехать в караоке, спеть песню «Юра, прощай, Юра, прости», заработать 100 баллов и только потом покинуть страну. Вровно в ходе совместной операции военной прокуратуры, ГПУ, СБУ и МВД по подозрению в организации преступной группы по хищению янтаря были задержаны подполковник СБУ и несколько действующих сотрудников МВД. Сложнее всего оперативникам пришлось при задержании заместителя областного прокурора. Его дом ограждал трехметровый янтарный забор, пытаясь перелезть, в который силовики постоянно соскальзывали. Министр юстиции Украины заявил, что в стране появятся экстренные пункты бракосочетания, в которых можно будет заключить брак в течение часа. Мужскую часть населения страны тут же заинтересовал вопрос, будет ли в этих пунктах помещение для экстренной брачной ночи. Ну, скажем, на час, а затем экстренного развода. Вслед за этим в здании парламента предлагают выделить комнату для экстренного крещения детей, в которой можно будет стать кумом всего за час. Новый руководитель Укрпочты Игорь Смелянский, назначенный правительством еще в апреле, наконец-то вступил в должность. Как видим, и в этом случае в Укрпочте решили действовать по своему неизменному правилу. Поспешишь, людей не смешишь. В Святошинском районе Киева коммунальщики почти неделю демонтировали магазин «Рошен», находившийся в запретной зоне от метро. Возможно, процесс сноса затянулся из-за того, что работники коммунальной службы попробовали сначала не трогать магазин и перенести саму станцию метро, ну, чтобы получить положенные 100 метров. Мэр Хмельницкого Александр Семчишин назначил своим советником местного жителя по имени Владимир Путин. Таким образом, мэр Хмельницкого стал уникальным человеком. Он единственный в мире, может в любой момент уволить Путина. Сам же местный Владимир Путин заявляет, что фамилия ему по жизни не мешает. Единственное, что он смотрит украинский футбол без звука. Кстати, сам Владимир Путин неожиданно отменил все запланированные поездки по регионам России. Говорят, его пиарщики срочно думают какую-то смешную фразу для оправдания перед местными жителями. Должно получиться лучше, чем Медведевская. Денег нет, но вы держитесь с ним. На этой неделе во всем мире люди праздновали Международный день поцелуя. Я тоже перед тем, как с девушкой первый раз поцеловаться, с пылесосом тренировался. Больше смешного об этом дне вы узнаете из нашей следующей рубрики «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Да? Доброе утро! В день поцелуя делают это абсолютно все. Правда, не всем это нравится. Я вам скажу, некоторые просто не умеют. Поэтому учиться целоваться нужно начинать с самого детства. На этой неделе купальнику бикини исполнилось 70 лет. За прошедшие годы бикини покорили сердца не только женщин, но и мужчин. Животных тоже не оставили равнодушными. Если бы не придумали бикини, то, скорее всего, пляжи выглядели бы вот так. Вчера в Украине праздновали Ивана Купала. В этот день принято обливаться водой. И прыгать через костер. Те девушки, которые прыгали не очень высоко, до осени забывали про депиляцию. Столица Украины проходит митинг против повышения тарифов. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике. В среду, 6 июля, в центре Киева собрались тысячи людей со всей Украины. На марш протеста против повышения тарифов. У нас в студии один из очевидцев и участников происходящего, Евгений Протестун. Здравствуйте, Евгений. Нет повышения тарифов до легализации проституции. Скажите, кто организатор митинга и с чего все началось? Знаете, я опоздал. Возвращался домой проверить, выключил свет или воду. Потому что если в Краде нет воды, значит, отключили, блин. Скажите, почему марш протеста двигался к Верховной Раде? Верховная Рада – рай для казнокрада. Непонятно. А что будет, если депутаты все-таки выйдут к народу? Тарифы ЖКХ доведут нас до греха. Скажите, по каким критериям отбирали в митингующие? А, ну, нужно было придумать рифму на газ. Ну и какую вы придумали? Кто поднял цену на газ, тот настоящий пи***ц. Грубый довольно-таки лозунг, но все-таки справедливый. Скажите, а про свет есть у вас какая-то речевка? Конечно. Кто поднял электричество в цене, тот пи***ц вдвойне. Прекрасная рифма. Но все-таки повышение цен на отопление мы ощутим только в октябре. Не жди отопительного сезона. Мочи депутата, г***я! О, вы сейчас имеете в виду какого-то конкретного депутата? Да нет, всех, кто голосовал. Конкретно всех 238 человек. Могу по фамильным, могу по фракциям. Не надо. Можно как-то сэкономить на тарифах? Как вы считаете? Можно. Записался я в спортзал. Там я омылся, там и с***л. Эм, как сильно поднялись тарифы? Новые тарифы ЖКХ хуже ПТН, а ПНХ. Ну, можно же пойти и оформить субсидию, например. Субсидии? Проделки дьявола. Это прелюдия. А потом нас всех... Я понял, понял. Вы выдвигали какие-то ультиматумы властям? Повышай зарплату, чтоб не спалили хату. Сурово. А другого варианта нет? Нет. Захотел набить карман? Собирай-ка чемодан. Скажите, а если власти вас всё-таки услышат и выполнят все ваши требования, вы успокоитесь? Верховная Рада – спонсор гей-парада. Я так понимаю, что вы никогда не успокоитесь, да? Успокоюсь, когда Верховную Раду строят. А, вот теперь всё понятно. Ну что ж, у нас в гостях был участник митинга, будущий народный депутат. Хватит ЖКХ доить нас, как лоха! Хватит ЖКХ доить нас, как лоха! До встречи с новыми очевидцами! До встречи с новыми очевидцами! Идите вы на ха! Перейдём к более приятным новостям. Да. Власти Швеции приняли закон, разрешающий женщинам находиться в общественном месте топлес. Теперь знамечание девушки без верхней части купальника будет считаться дискриминацией. Знаешь, я вот уже даже представил себе, если бы в нашей стране власти приняли такой закон. Идёшь по улице, а там тебе навстречу одна такая с пышной грудью. Ты поворачиваешь голову, а там ещё одна. Ты заходишь в метро, а там час пик. Целый вагон таких же. И все к тебе прислоняются, сдавливают тебя. Я бы тогда машину вообще продал и снова ходил пешком и ездил в метро. У нас другой закон приняли. Повышение тарифов. Скоро точно придётся продать машину, ходить пешком и, может быть, хватит на метро. А девушки начнут экономить на одежде и просто начнут ходить по улице топлес. Я боюсь, что первыми выйдут пенсионерки. Саша, ты такую мечту сейчас испортил, такую картинку наломал. В Дубае экстремалы создали устройство, напоминающее большую рогатку. С его помощью можно запускать людей в воздух со скоростью 200 км в час. Я считаю, давно пора строить такую рогатку у нас в центре Киева, прямо возле Верховной Рады. Чтобы политики, если что-то не так сделали, то... Не просто уходили в отставку, а как-то эффектно уходили в отставку. Я принял решение с класса полноважения премьер-министра Украины. Количество депутатов Верховной Рады сократится как минимум вдвое. Больше смешного видео в нашей следующей рубрике. Смотрим. В премьере фильма «Легенда о Тарзане» посвящается наша сегодняшняя рубрика. Легенда о Тарзанке. Главное в этом деле – рассчитать свой вес. И расстояние до реки. Кстати, устроить катание можно и не на реке. Это может быть головокружительный полет. И все же, где бы вы ни катались, не забывайте о технике безопасности. Удачных вам полетов и приземлений. До встречи через неделю. Осталось только попрощаться с нашими преданными зрителями. Ну а тем, кто ждал, специально заводил будильник, но все равно проспал и включил дизель утро, только в этот момент не расстраивайтесь. Совсем скоро видео свежего выпуска появится на нашей официальной страничке в Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, и мы вам гарантируем, будете в курсе всех новостей Дизель Студио. И сможете увидеть абсолютно все, что мы для вас снимаем. Самые свежие подробности о концерте «Дизель Шоу» в Одессе тоже там. Раскрываем даже некоторые секреты новой летней программы. А в «Дизель Утро» увидимся через неделю. К сожалению, пока. Друзья, Хмельницкий этим утром удивил, приятно удивил. Там двое злоумышленников решили срезать алюминий с дверей лифта. Ну и за этим занятием их застали местные жители и передали, соответственно, полицейским. Одного сразу, а второго в скорую. С ним, собственно, местные жители решили поговорить. Он, соответственно, пытался сбежать, упал и получил травму, как записано, соответственно, в протоколе освидетельствования. Вот такой, и такой. Ладно, теперь серьезные криминальные новости, друзья. Медсестры-наркодилеры, двое полицейских, попавшиеся на взятках, лошади-контрабандисты. Подробности в следующем сюжете. Оце так новина. В Кривому Розі правоохоронці затримали двох медсестер наркодилерів. Підприємливі співробітниці лікарні поставляли своїй спільниці психотропні пігулки метадону, які не були на обліку. Окрім них, силовики вилучили макову соломку, опій та марихуану. На чорному ринку така партія потягнула б на 5 мільйонів гривень. Тепер медпрацівницям та їхній спільниці-дилеру загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. А в Дніпрі наркоту знайшли у поліцейського. Патрульні зупинили машину свого колеги і під час поверхневого огляду в інспектора виявили чотири згортки з білим порошком. Речовину передали на експертизу. Сам патрульний здав аналізи на перевірку. І це не єдина прикра новина про служителів правопорядку. Схоже, у них був дуже кепський день. Одразу кілька копів погоріли на чималих хабарах. Капітана поліції зі Слав'янська затримали при отриманні 37 тисяч гривень. Ще одного його колегу, Служба безпеки України, спіймала на гарячому столиці. Він вимагав у кияна на 15 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Серед білого дня у Києві вбили іноземця. В компанії виникла сварка. Чоловік схопив ніж і зарізав свого закордонного друга. Той помер одразу. А от нападник встиг втекти. Зараз його розшукує поліція. Він може сісти до в'язниці на 15 років. А у Львові Христини дитини закінчились на лікарняних ліжках. Після святкування у ресторані до медзакладу з отруєнням потрапили 12 людей. Серед них дитина. Лікарі діагностували у пацієнтів гостру кишкову інфекцію. Чим отруїлися гості, поки невідомо. На Київщині правоохоронці виявили цілу підпільну майстерню з краденими машинами. Їх злочинці розбирали на запчастини і потім продавали. На схованку слідчі натрапили, коли шукали нещодавно вкрадений водовоз. Газель, яка здійснювала доставку бутильованої води. Її і знайшли в майстерні з іншими подсупленими автівками. Коні невинні. На Буковині прикордонники затримали сімох контрабандистів, які на чотирьох підводах везли до Румунії понад сотню ящиків сигарет. Для цієї справи вони затягли аж сімох коней. На кордоні підрахували – вартість незаконного вантажу сягає півмільйона гривень. Невгамовний контрабандист Невдаха попався і на кордоні з Польщею. Він провозив цигарки в капоті свого автомобіля. Минулого тижня його за це вже затримували. Тепер на наполегливого порушника чекає новий штраф. Після Євро-2016 місто тренера української зборної залишилось вакантне. Михайло Фоменко заявив, що уходить, і наша редакція вирішила поразмислить, хто ж може зайняти його місто. Давайте посмотрим. Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко заявив, що йде з посади. Після такої ганьби на Євро-2016 воно й не дивно. Тому сьогодні ми вирішили подумати над тим, хто міг би стати біля керма збірної замість Фоменка. Це топ-5 кандидатів на пост тренера національної команди з футболу від пері матч. І відкриває наш рейтинг кандидат, про якого найбільше говорять, як про майбутнього наставника збірної. Легендарний Андрій Шевченко не так давно отримав тренерську ліцензію. Але хороший гравець зовсім не означає хороший тренер. Тому якщо Шеву і призначать, дуже важко спрогнозувати результат цього експерименту, адже у Андрія фактично немає досвіду. Четверта сходинка рейтингу ймовірних тренерів збірної – Олександр Головко. У 90-х він був незамінним центр-хавом збірної України. Грав у Сімфропольській Таврії та Київському Динамо. З минулого року почав тренувати українську молодіжку, а до цього 8 років тренував юнацьку збірну України. На третьому місці колишній тренер чорноморця Роман Григорчук. Очоливши моряків у 2010-му, коли команда була в першій лізі, Григорчук за сезон повернув Одеситів до вищого дивізіону. Далі був вихід в Лігу Європи, а успішні виступи в сезоні 2013-2014 закріпили чорноморець в п'ятірці найсильніших клубів українського чемпіонату. Зараз фахівець очолює азербайджанський клуб Габала. В минулому році Григорчук вивів клуб в Лігу Європи і в 2015-му визнаний найкращим тренером Азербайджану. Серед колег Григорчук рівняється на Алекса Фергюсона. На другому місці рейтингу Юрій Вернедуб. З 2012-го головний тренер Луганської Зорі. Тоді Зоря перебувала за крок до виліту з елітного дивізіону. Але Вернедуб зберіг прописку в прем'єр-лізі. Ба більше, Зоря закрала стабільніше, вийшла в Лігу Європи, а минулий сезон завершила на четвертому місці чемпіонату України. І лідер нашого ТОП-5 Мирон Богданович Маркевич. Йому найбільше з усіх перерахованих тренерів є чим похвалитись. Спочатку успішна гра харківського металіста в чемпіонаті. Далі чвертьфінал Ліги Європи в сезоні 2011-2012 років. Потім, після продажу клубу Курченку, як наслідок занепаду металіста, Маркевич переходить в Дніпро і виводить його у фінал Ліги Європи у 2015-му. Маркевич встиг і покерувати збірною, в 2010-му суміщаючи посаду з тренерством металіста. За сім місяців національна команда під керівництвом Мирона Богдановича зіграла чотири поєдинки. Тричі виграла, один раз зіграла в нічию. Багато хто хотів би бачити на посту тренера збірної України іноземного фахівця, але нині особливо розраховувати на це не доводиться. Попереду відбір до чемпіонату світу і Україна чекає нових перемог з новим тренером. Адже українці скучили за яскравою грою своїх, а відтак змушені спостерігати за яскравою грою чужих. Але незалежно від того, хто на полі, пам'ятайте, що грають вони, виграєте ви. Настало часу реклама, а после нього «Утро в Большому Городі» знову к вам вернеться. Добре утро, друзі! Снову «Утро в Большому Городі» на ваших екранах. Помните, как совсем еще недавно во всех проблемах России была виновата украинская хунта? Так вот, судя по всему, темники изменились. Наши коллеги из проекта «Антизомби» посмотрели российские телеканалы и готовы сделать выводы. Поймите, русофобия есть, просто она не в этой цитате, есть. Именно в русофобии. Вот ведь как это бывает. Русофобии. И каждый продолжает упражняться во все более русофобские идеи. О русофобии пропагандисты научились объяснять любые неприятности одной духовной страны. В Сирии мирных жителей кассетными бомбами убили. Русофобы клевещут. Как Запад смотрит на российские удары. Это об информационной атаке, развернутой против России. Мы уже даже привыкли к тому, что на нас нападают очень организованно из разных стран, но одновременно и с одинаковым набором обвинений. Путин из Владимира Владимировича во Владимира Овшоровича превратился? Да как пидать русофобский заговор? По сути, эта публикация больше похожа на информационную атаку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Очевидным является, что вовне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя. А если в соседней Украине бурятов на танках хлебом с солью встречать не хотят? А Россия начала перерождаться и становиться по-настоящему державой. Именно в тот момент, когда вы на Украине стали бить морды русским. Да еще и на своей мове бульмекают, так это вообще цитадель русофобии. Вон, Искандеры уже даже не смеются. Ну что ж, разговаривать на русском языке на Украине, ну вот действительно уже становится опасно, в общем, и обычным гражданам, и даже депутатам Верховной Рады. И смотрят это все рядовые зрители и диву даются. Вот же сволочи кругом, везде эти русофобы. Ну, то же касательно русофобии. На мой взгляд, конечно, она была, есть и, наверное, к сожалению, останется. Вот правильно их наши в кровушке топят. Эх, надо бы Путину предложить, чтобы какой-нибудь Воронеж в Кадыровск переименовали. Я, я, это Россия, но Россия, это я. Посмотрев такие новости, правильный патриот натягивает маечку с арматой и постит фотографии убитых украинских солдат с комментарием из серии «Ахахахахла жопые». И вроде как и спать можно, но привычная мысль не дает покоя. Нет, ну вот откуда эти русофобы берутся? Обама виноват не иначе. Что нам дала в интересах российских жителей ваша пропаганда? Наши жители спрашивают, каким каналом нам обратиться, чтобы рассказали о наших проблемах. И я знаю это и вижу это каждый день. И вот тут-то оказывается, что русофобия, она действительно есть, но только внутри самой России. В стране с подачей «Мы сверхдержава» люди живут без элементарных удобств. Медведев не соврал, денег действительно нет, но нет их только для народа. Вот вам простые цифры. На промывку мозгов проклятым гейропейцам Москва ежегодно тратит космические суммы. Кремль ежегодно тратит 1 миллиард 400 миллионов долларов на пропаганду. Свою точку зрения на происходящее в мире Москва излагает на 30 языках в 130 странах. За такие деньги можно было бы поднять не то, что деревни, но и целые города. А по факту люди годами остаются, нет, не у разбитого корыта, а у старого телевизора. С вывеской «Россия встает с колен». Грузию утопили в крови. Крым отжали. Украинцев убивают на войне. Англичан без войны. И вот же незадача. Почему же это путинскую Россию нигде не любят? Хотя, наверное, это опять русофобы клевещут. Есть вещи, которые, извините, оспаривать нельзя. И когда от Москвы до самых до окраин придет осознание того, что если русских и не любят, то не любят вовсе не за язык, а за их поступки. Тогда не только в России, но и во всем мире многое изменится. Нескафе Классик заряжает на свежее начало яркого дня. А я вас буду заряжать забавными новостями. Вот смотрите, Оксана Белозир получает орден звезды Италии. Да, это ей прям посол вручил, этой певице. Мы в интернете нашли, что иностранцам такой орден дают за заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией. Вот никто не знал... Между Италией кем? И Италией. Там много разных Италией, да, между Италией и другими странами. Ладно, никто не знал, а Белозир молодец. И давайте поговорим еще про известных деятелей искусства. Николай Басков порадовал поклонников новой фоточкой в Инстаграме. Смотрите, он там разместил прям стол с человеческим... Ну вот вы сами видите. Во-первых, у меня вопрос тебе, Антон, почему ты подписан на Инстаграм Баскова? Я по хэштегу прошел. Да ладно, не оправдывайся. Это неоправдание. Твоя репутация испорчена окончательно. Несмотря на то, что последние несколько лет он активно показывает, что, дескать, я в отношениях с Софьей Кальчевой. Я не знаю, кто это, но он с ней в отношениях. Но тем не менее, нет-нет, да и выставит других девушек, так сказать. Вот такой вот шведский стол. Ну тоже вариант, почему нет? Слушайте, давайте лучше про голливудских звезд говорите, если уж на то пошло. 10 тысяч долларов, говорят, столько Риана тратит на один маникюр. Если вы думаете, что это предел голливудских трат, то вы ошибаетесь. Все подробности в следующем сюжете. Риана. Ця барбадоська краля заробляє величезні суми своїм співом, тому може дозволити собі усе. І таки дозволяє. Тіло за мільйон доларів на рік та вечірки з найдорожчим шампанським та стриптизерками. Зараз ми розкажемо, як витрачає свої статки співачка Риана. Зовнішність. Риана тримає цілу команду фахівців, які допомагають їй виглядати стильно і бездоганно. Кожному з них вона довіряє на всі сто, а інших до зіркового тіла не підпускає. Тому, коли під час відпочинку на Середземному морі виявила, що лак на нігтях втратив близк, викликала з Америки улюблену манікюрщицю. Та, звичайно ж, вилетіла з першого поклику клієнтки. Квиток в першому класі, номер в одному з найкрутіших готелів, обіди, вечері в дорогих ресторанах і, власне, сама робота обійшлися Ріані в 10 тисяч доларів. Нічого собі манікюрчик, чи не так? Та й перебуваючи вдома, зірка витрачає на догляд за собою по 50 тисяч доларів на тиждень. Косметолог, фахівець з нарощування волосся і навіть спеціаліст по віям на зв'язку з Ріаною в режимі 24 на 7. Для співачки цілком нормально подзвонити об 11-й годині вечора в вихідний та викликати її додому. На красі свого волосся Ріана також не економить. У неї є цілодобові стилісти по волосю, які старанно його співачці нарощують. Наприклад, останній лук зірки коштував приблизно 7 тисяч доларів. Вечірки. Ріана знатна тусовщиця. І веселиться вона у компанії таких, як вона, багатих зірок. Так одного разу вона з подругою-моделлю Карою Делевінь витратили близько 750 тисяч доларів за один вечір. Ви спитаєте, як 400 тисяч коштувала оренда розкішної яхти, а ще 300 тисяч пішло на ресторани і клуби. Співачка не жалкує грошей на те, щоб прозрядитися і відпочити в стриптиз клубі. І якщо дівчата на жердині ще й добре виконують свою роботу, Ріана завжди щедро їх нагороджує кругленькою сумою. За словами співачки, такий відпочинок допомагає їй скинути стрес. Благодійність. Щедрість вона проявила лише тричі. Пожертвувала 1,75 мільйона на облаштування госпіталю на Барбадосі, перерахувала 25 тисяч доларів до поліцейської дільниці співробітну, у якої вона ненавмисно розбила телефон, а ще якось дала величенькі чайові офіціанту. Коли їй принесли рахунок на 80 доларів, Ріана запитала офіціанта, які найбільші чайові він отримував у своєму житті – 100 доларів. Відповів скромний працівник сервісу. Тоді поп-діва виклала йому в руки 200 доларів зі словами «Тепер я твої найбільші чайові». Чи то Ріана не розказує нікому про свою доброту душевну, чи то зірка таки трохи жадібна. Друзі, в Києвраді наконец-то произошло хоть что-нибудь хороше, там спела Джамала. Да, їй вручали титул почетного гражданина Києва, і вот она от радости подпрыгивала, начала петь як табе на люби ты Києвумий. В общем, отличное представление произошло. Там, кстати, недавно такой же титул почетного гражданина Києва получила Нина Матвиєнко. В общем, хороших людей в Києве становится все більше и більше. Це повод для радости. Друзі, рады за Джамалу. Ну, кстати, до Олимпиады в Рио остається всего лишь місяц. І Юлия Паратова, член Української Олимпийської сборної, і участниця проекта «Километри добра» травмувала ногу. Але, несмотря на це, преодолевая болю, она йде в своїй цели. Готовиться як к играм, так і продолжать собирати срезки в рамках благотворительного проекта «Мобильные клиники». О силі духа і выдержки Юлии Паратовой наш следующий сюжет. Добре утро! Канал у нас мужской, і для приподнятого хорошого настроення наших зрителей ми будем показывать красивих женщин. Внимання, мальчики! Ми на тренировці женськой Олимпийської сборної по тяжелій атлетіки. Наконец-то ми попали к Юлі на тренировку. Я только що переступила штангу. Каюсь, Юль, почему штангу нельзя переступати? Я ж не знала! Существують такі правила – це не переступати снаряд. Тому що будеш неуважительно к снаряду относиться, він тебе і по голові буде бити. Чого ще нельзя робити і чому? В основному дівчонки кажуть, що не стрижся, тому що силу обрізаєш. Я не суеверна, але бувають такі моменти, що я подошла к штанге, там, витерлась сначала полотенцем, подошла і подняла, а тут не витерлась і не подняла. Так, треба, значит, третій відход опять. Як успіхи в тренировках і як успіхи по сборам средств для наших мобільних кліник? Зараз треня загляжу, я смотрю, о, чуть-чуть капну, чуть-чуть капну, вже приємно. Тому що у нас зараз багато інтернет-аферистів, приостерігаються, все перезванують і кажуть, а правда ли це? Але я думаю, що до олимпийських ігер ми все одно совмістними усілями, з друзями своїми, ну, як-нібудь дожмем цю суму. Чому женську сборну тренирують мужчины? В своє час я був, як би, навіть противником в женській тяжелій атлетії, коли вона починалась, але я глибоко ошибся в цьому. Я все время говорив, що не женське це дело, не женське це дело. Я считаю, для баланса, мужську сборну должна тренировать женщина. Ну, я так не скажу, я скажу по-другому. Хоть в мужській, хоч в женській сборні, должны тренировать специалиста. Це в першу чергу. Женщини не більш внусливі, ніж мужчини? Скажи не «да». Нет, скажу по-другому. А не більш відповідальні. Міщина може сказати, що у нього где-то щось заболело, і він може зробити завтра. Мені, як тренеру, дуже тяжело удержати моїх спортсменів, які, я знаю, що у них щось болить, а вони все равно лезуть, вони все равно делают, вони делают, делают і делают. Міщина. 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 А какой женський рекорд? Я виспала в категории до 53 кг, у мене рекорд стоит 98 кг в рывке, ну, как бы рекорд Украины. 113 кг в толчке, я повторила рекорд Украины, я его не превзошла, надо было 114 толкать. В этот раз будете бить, собственный? Ой, на Олимпиаде я вам ничего не буду загадывать, ничего не буду прогнозировать, выступим і посмотрим, що побило, що не побило. Як нога? Я помню, що проблеми були з ногою, як нога? Дві недели назад у мене стрельнуло колено дуже сильно, вилетела косточка, мене її вставляли на місце, ну, растяження дуже велике, но, в принципе, уже неделю я потихоньку тренируюсь, бинтую колено своє, щоб оно не вилетело вообще. Ну, вже, как бы, сжимаєм зубы, потому що остался месяц, і поэтому терпимо. Юль, вже нескільки місяців ви у нас участник акції «Километр добра». Да, я участвую в акції «Километр добра». Очень здорово, що в Україні существує проект «Мобильные клиники». Це допомога ВИЧ-позитивним деткам. Поэтому, ребята, давайте протягнем руку помощи детям в їх борьбе за їх життя. Привет всем! Я Паратова Юля, заслужений мастер спорта по тяжелій атлетіки. Поддержите моє участь в проекте «Километр добра». Друзі, знаєте, ошибки Міссі стоять дуже дорого. І я не тільки про футбольну спорну. Даже тот мяч, который он не сумел забити в ворота противника, тепер, можливо, продадуть за 27 тисяч доларів. Представьте себе, це було во время Кубка Америки. І счастливчик, який поймав мяч, улетевший мимо ворот, тепер його пытається продати. Причем продаєт не стільки тому, що він йому не нужен, а потому, що боїться, що украдуть. Тому, що так себе обезпасити. Друзі, я напомню, Нескафе Классик – тщательний отбор бразильських кофейних ягод. А Пашка – це тщательний отбор відличних новостей, які вам стоїть знати. Ну, ти знаєш, що ж, а качество новостей не всегда влияє на її оптимистичність. Остимистичність. Вот накануне в России Владимир Путин подписав закон, который в том числе создаває риски для українців, які живуть в Крыму. Поправки в антитеррористическое законодательство теперь вводят ответственность за недоносительство, друзья. І, кроме того, позволять возбуждать уголовні дела против 14-летних ребят. Ну, на самом деле, это все в том числе бьет по проукраинским ребятам, которые продолжают жить на территории аннексированного украинского полуострова. Но, кроме того, это все сказывается в том числе и на бизнесе, потому что акции российских мобильных операторов после подписания так называемых законов Яровой резко стали падать. Ценные бумаги МТС подешевели на 2,5% акций Мегафона на 1,5%. А все потому, что в этом законе от мобильных операторов требуют хранить все переговоры и всю переписку, которая осуществляется на территории Российской Федерации. По сути, отменена презумпция невиновности. И мобильные операторы заявляли, ребята, чтобы выполнить требования этого закона, нам нужно тратить гигантские деньги. Ну, в общем, вы знаете, следим за тем, что происходит. Голубиная почта снова придет всем на помощь, друзья. Отправляешь и веришь в хорошее. Еще активно обсуждают в соцсетях исчезновение Путина. Нет, ну, конечно, надеяться особо не стоит. Он уже и раньше так исчезал в никуда, не объясняя причин. Но вот сейчас обсуждается, что отменено целый ряд визитов, отменили встречи. И вот шутят, что же там происходит, куда же делся, все ищут Путина. Есть даже версия, что, возможно, опять испортился ботокс, либо сразу привезли несвежий, приходится переправлять, ну, так или иначе. Ну, на самом деле, были уже подобные кейсы, когда российский президент исчезал из сферы публичного присутствия где-то на неделю, на 10 дней, вот. И точно так же всякие конспирологические версии появлялись. А вот в Ялте, друзья, появился памятник к отключению электроэнергии в сквере Калинина. В украинской Ялте так называемые власти полуострова официально открыли арт-объект. Две лампочки, которые подсвечиваются в темное время суток. Инсталляцию назвали символом отключения света в Крыму, которые начались в ноябре прошлого года и продлились около пяти месяцев, друзья. Ну, ладно, что вам нужно знать еще сегодня, так это то, что по данным синоптик Юэй, друзья, сейчас, например, в Киеве плюс 15, днем до плюс 22, вроде бы без осадков, на что очень надеемся, погоду в своих городах узнавайте. И хорошего вам дня и выходных. Счастливо. Счастливо.